Дорогие друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте! Мы начинаем наш разговор о желчи в желудке. И сегодня меня в этой студии поддержат специалисты нескольких специальностей. Со мной сегодня врач-эндоскопист Сергей Владимирович Кашин. Со мной сегодня морфолог Александр Семенович Сертычный. И со мной сегодня доктор-гастроэнтеролог, приверженник течения доказательной медицины, который не назначает никаких лишних препаратов и основывается только на самых последних международных рекомендациях, Наталья Андреевна Наумова. И почему мы решили поговорить о желчи в желудке? Казалось бы, всем все понятно, особенно в нашей стране. Нам постоянно рассказывают о том, что желчь в желудке – это очень опасно и очень вредно. Желчь в каждой лекции, мы слышим, обладает детергентными и солюбилизирующими, вот именно в таком контексте говорят о желчи, свойствами. Она приводит к развитию ужасной симптоматики у пациентов, вплоть до рвоты, желчи, горечи во рту и немыслимым страданиям и вызывает страшные изменения в слизистой оболочке и может быть даже приводит к краху желудка. Но здесь есть некие противоречия, потому что если мы обратимся, например, к зарубежным публикациям, то вы, даже если очень сильно постараетесь, то найдете буквально единичные публикации по этой проблеме и чаще они будут датированы 1985-1987 годом. Современных публикаций активно на эту тему практически нет. Может быть, это страны только, вот Россия, Украина, Индия. Вот какие-то такие публикации, которые мне удалось найти. Есть еще одно противоречие. В общем-то, давайте я сейчас не буду забегать вперед, наверное, так. И мы зададим наш первый вопрос Наталье Андреевне. Вот почему желчь, почему у нас такое представление о желчи, как об очень каком-то агрессивном субстрате? Ведь она попадает в просвет желудочно-кишечного тракта. Это слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта покрыта специальным цилиндрическим эпителем, приспособленным к кислотной агрессии, к пептической агрессии. И почему, что такого в составе желчи есть, что она может вызвать какие-то очень серьезные изменения. Давайте вот мы с вами поговорим. Расскажите нам, что входит в состав желчи. Ну, желчь на 95-97% состоит из воды, а все остальные вещества — это растворенные в ней соли желчных кислот, пигменты, в частности, билирубин, это липиды, включая холестерол, лецитин, жирные кислоты. Очень важную часть составляют, конечно же, белки, и среди них это иммуноглобулины, муцин, неорганические ионы, а также желчи необходимы нам для того, чтобы выводить липофильные ксенобиотики и различные тяжелые металлы. Считается, согласно данным различных публикаций, что агрессивным воздействием именно на слизистую желудка могут обладать именно солью желчных кислот и лизолицитин. Лизолицитин — это такое вещество, которое синтезируется из лицитина желчи как раз за счет определенных ферментов. Поэтому, согласно различным публикациям, именно эти вещества могут обладать агрессивными свойствами. То есть лизолицитин и желчные кислоты. Да. Александр Семенович, а вот можно Вам вопрос? Эпителий в желчном пузыре и эпителий в просвете желудка, насколько сильно они отличаются? Ведь и там, и там цилиндрические однослойные эпители. Почему эпителий в желчном пузыре выдерживает вот эту агрессию в виде желчных кислот и лизолицитина? А эпителий в желудке, что там такого повреждающего? Ну, в желудке эпителий он секретирует муцин, поэтому он фактически секретирующий эпителий. И задача его в том, чтобы над собой создать защитный слизистый барьер. Вот мы морфологи его не видим, он, к сожалению, уже в препарате гистологическом не представленный. И мы только понимаем, что он там обязательно должен быть. Без этого слизистого барьера слизистая оболочка желудка бы переварилась бы желудочным соком, содержимым. То есть слизь фактически защитный, этот барьер защищает этот эпителий. А в желчных кутях там эпителий тоже цилиндрический, но он ближе к кишечному. Он фактически, наверное, в чем-то даже повторяет кишечный эпителий. То есть тот эпителий, который изначально готов к встрече с кишечным содержимым, непосредственным контактом. Он может контактировать с этим содержимым и даже, но правда это не относится как раз к желчному эпителию желчных путей. Он не абсорбирующий, в отличие от кишечного. Хотя абсорбция, наверное, в небольшом количестве тоже возможна. Но во всяком случае он готов к непосредственному контакту. А эпителий желудка, он будет, можно так сказать, более нежным. Он все-таки не готов непосредственно контактировать с желчными кислотами. Ну а все-таки что же тогда? Желчные кислоты или залицитин? Какое действие? Он разрушает желудочную слизь? Каков механизм действия? Как предполагают? Четкого механизма мне по данным каких-то статей, того, что я прочитала, не удалось именно прочитать. И в принципе пока точно не определено, так ли агрессивно желчь, либо существуют какие-то другие факторы, которые повреждают защитный слой слизи. Нам всем известно, что одним из самых явных таких повреждающих факторов является инфекция хеликобактер пилори. Кроме того, вероятно, здесь играют также роль какие-то лекарственные препараты, в частности, нестероидные противовоспалительные средства. Возможно, курение оказывает агрессивное воздействие на слизистую оболочку желудка. Ну и вероятно, сочетание всех этих факторов уже в конечном итоге могут приводить к тем или иным повреждающим действиям на слизистой оболочке. Ну то есть до конца все-таки нам непонятно, является ли желчь таким уж агрессивным субстратом для цилиндрического эпителия желудка, который тем более покрыт густым слоем слизи и который тем более приспособлен выдерживать агрессию кислотную и агрессию пепсина. И ведь, в принципе, дуоденогастральный рефлюкс, я так понимаю, это, в общем-то, вариант нормальной физиологии. Вот расскажите нам, это норма все-таки или патология, заброс содержимого из 12-перстной кишки в желудок? Ну, я думаю, что коллеги-эндоскописты не дадут соврать. Действительно, дуоденогастральный рефлюкс достаточно часто встречается при эндоскопическом исследовании, даже в ответ на введение эндоскопа. И мне удалось найти такое интересное исследование, которое было проведено в 2005 году. Оно было на небольшой группе пациентов, это порядка 11, по-моему, добровольцев здоровых. И у них регистрировали с помощью манометрии и с помощью исследования Билитек происхождение рефлюкса. И было выяснено то, что у всех людей после приема пищи возникал дуоденогастральный рефлюкс, который возникал в среднем через 39-28 минут. И что примечательно, исчезал он через 242 минуты. То есть это достаточно продолжительное действие. То есть это несколько часов. Это несколько часов. И получается, что... После каждого приема пищи несколько часов. Да, соответственно, здесь мы можем сделать такие, возможно, какие-то выводы в отношении того, что если мы питаемся несколько раз в день, вероятно, желчь у нас достаточно долго находится в желудке. И вот тут уже, конечно, вопрос, так ли она вредна. Хотя есть определенные исследования, я думаю, мы чуть позже озвучим, на достаточно уже больших группах пациентов, где было проанализировано определенные как раз-таки гистологические изменения и сделаны некоторые выводы в этом отношении. Здесь ведь можно провести аналогию с рефлюксом кислого содержимого пищевода, который в норме встречается. И мы это видим на ПАШ-эмпедансометрии. Поэтому мне кажется, что вообще ретроградный заброс и желчи, и кислоты в норме у людей встречается. Здесь эндоскописты не то, что дадут или не дадут соврать, эндоскописты здесь не будут вам помощниками, потому что все-таки у нас не совсем физиологичное вмешательство в организм происходит. И зонд достаточно толстого диаметра, это все-таки не зонд ПАШ-метра. Поэтому, конечно, мы в большей степени должны ориентироваться на те исследования, о которых вы говорите, на исследования неинвазивные, которые позволяют более точно определить заброс желчи. Да, здесь вот еще есть такие определенные данные, что повреждающим свойством возможно обладает не сама желчь, но еще и едуаденальный секрет, и определенные панкреатические ферменты, которые также вырабатываются в процессе пищеварения, в процессе поступления еды 12-перстую кишку. И, возможно, все это в сумме обладает неким повреждающим свойством на слизистую оболочку желудка. Ну да, я вот тоже здесь хотела сделать акцент на том, что если про гастроэзофагиальный рефлюкс, у всех есть четкое понимание, что для того, чтобы установить такой диагноз, мы должны иметь либо очень выраженные эндоскопические проявления в пищеводе эрозии, язвы, кровотечении, пищевод Барретта, либо мы должны посчитать, что время заброса кислоты в пищевод превышает 50 минут за сутки, то диагноз желчного рефлюкса или желчного гастрита у нас с радостью ставят просто на основании того, что один раз увидели одномоментно заброс желчи в желудок. И никто не думает, что это может быть нормальное явление, которое определенное количество времени, по разным данным, от 20 до 40% за сутки, желчь может нормально находиться в желудке. И самое главное, что это никак не подсчитаешь, потому что у нас нет такого метода исследования, как вот в отличие от PH-метрии. По PH-метрии мы хорошо можем зафиксировать кислые рефлюксы в пищевод, потому что в пищевод не попадает больше кислота ниоткуда, кроме как из желудка. А в желудке щелочная среда, она может быть по разным причинам. Из-за того, что забросилась желчь, из-за того, что человек просто поел и так далее. Поэтому здесь сложно устанавливать какие-то цифры. Ну и все-таки, раз такая проблема существует, такой диагноз есть, еще хотела у вас спросить, а каковы все-таки, если рефлюкс, он может быть, наверное, раз мы говорим об этой проблеме, он может быть патологическим, он может быть избыточным, он может приводить к развитию каких-то заболеваний. Какова, есть ли какая-то специфическая клиническая картина, когда мы можем заподозрить желчный рефлюкс? Ну, специфической клинической картины, пожалуй, что нет. Общепринятым считается, что у пациента могут быть симптомы жалобы, как диспепсического характера, такие как боль в верхней части живота, тошнота, рвота желчью, различные признаки рефлюкса, то есть изжога, внепищеводные проявления, кашель, осиплость голоса. Ну, в частности, если речь идет о ларинкофренгиальном рефлюксе, то там тоже желчные кислоты могут принимать участие в раздражении слизистой гортани и необъяснимое снижение веса. Ну, то есть, по сути, это все равно симптомы не дуодена гастрального рефлюкса, это симптомы либо функциональной диспепсии, либо гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, если компоненты уже попадают в пищевод и вызывают изжогу, кашель. Ну, либо каких-то совсем тяжелых поражений, потому что, если мы говорим о рвоте желчью, то это, конечно, пациент требует с симптомами тревоги, он требует вообще нашего особого изучения, исследования. Мне кажется, что это достаточно большая редкость, и такие пациенты должны быть онкологами, в том числе и осмотрены. Согласна. То есть, клиническая картина, она не специфическая. Со всеми этими жалобами пациент может к нам обратиться, мы можем заподозрить у него разные заболевания, поэтому, конечно же, ему необходимо провести гастроскопию, как минимум, и уже на основании этого обследования решить, чем же могут быть обусловлены данные симптомы. Ну, то есть, пока, обобщая все то, что мы получили, мы имеем, что мы до конца не имеем четких доказательств того, что желчь действительно агрессивна для слизистой оболочки желудка, мы не имеем четких данных о том, сколько желчь может находиться в желудке, и каких-то методов точной прицельной диагностики, и у нас нет специфических симптомов. То есть, все те симптомы, которые возникают у пациента, они, может быть, у него возникают и вовсе не из-за дуодена гастрального рефлюкса. Так, давайте пойдем дальше, что у нас с эндоскопической диагностикой. Сергей Владимирович, расскажите вы нам теперь, как часто вы видите дуоденогастральный рефлюкс у пациентов, есть ли у нас какие-то точные эндоскопические признаки, которые бы позволили нам установить? Мы проводим эндоскопические исследования. Вы видите, что кончик эндоскопа находится сейчас в антральном отделе желудка. Слизистая оболочка без каких-либо специфических изменений. И вот, что мы наблюдаем при эндоскопии, которую раз в день я точно наблюдаю такую картину при проведении исследований. Из пилорического канала поступают пузырьки воздуха, поступает желчь, ретроградно поступает в желудок. Вот мы смотрим эту же картину в узкоспектральном эндоскопическом режиме и красным цветом на трех часах. Мы видим ток желчи не просто в антральный отдел, а через угол желудка в тело желудка. Затекает желчь, несмотря на то, что мы инсуфлируем в просвет желудка воздух. При этом слизистая оболочка неизмененная. Нет каких-то специфических признаков даже активного гастрита. Вот обратите внимание, как сейчас желчь поступает в желудок. Я вижу минимум 1-2 раза в день при проведении эндоскопических исследований вот такую картину. Это не специально подобранный сюжет. Но обратите внимание на протокол исследования, который находится слева. Мы обсуждаем совершенно другие задачи. Вот желчь в 12-сперстной кишке. Но мы говорим о том, что исключаем пищевод Баррата, говорим о том, что возможно есть признаки хронического гастрита, участки гиперемии в антральном отделе желудка, утолщенная складочка желудка. Но обязательно из протокола исследования заканчивается выполнение биопсии, что заносится в протокол. Нет никаких признаков, нет никаких заключений данных о дуоденогастральный рефлюкс. Потому что очень часто врачи-гастроэндрологи, сами пациенты ориентируются на то заключение, которое выдает ему эндоскопист. И пациент думает, что заключение эндоскописта – это не просто заключение, а это целый диагноз. И давайте посмотрим другие ситуации, которые встречаются в нашей повседневной клинической практике, но тоже ежедневно. То есть, Сергей Владимирович, простите, что я перебью. Вот в этом случае вы не укажете в заключении, что у пациента дуоденогастральный рефлюкс? Я укажу наличие желчи в желудке. Если я вижу в описательной части. Потому что я не могу это пропустить. Но в заключении я такой диагноз не вынесу по разным причинам. Причина номер один – то, что ни в одних европейских рекомендациях и международных рекомендациях об этом нет ни слова. И мы это с вами обсуждали на программе «Стендап» год назад на заключительном нашем курсе, где у нас был ведущий европейский эксперт профессор Раф Бишопс, который является руководителем комитета по качеству и как раз отвечает за составление протоколов. Ну и второе – наши оценки здесь могут быть достаточно субъективны, потому что мы сейчас видим заброс желчи прямо во время эндоскопического исследования. Возможно, ведь это происходит тогда, когда мы уже вводим эндоскоп в верхнюю треть пищевода и при определенных таких реакциях пациента на введение эндоскопа уже может этот ток желчи быть в желудок, и мы увидим уже состоявшийся заброс. То есть само исследование провоцирует вот этот вот рефлюкс? Эндоскопия – это инвазивный метод, провоцирующий развитие дуоденогастрального рефлюкса. Он оценивает наличие желчного рефлюкса одномоментно. Поэтому то, что мы видим, да, это рефлюкс. То, что мы одномоментно оцениваем, мы тоже должны это понимать. Вот такой вывод у нас был год назад почти на стендапе, где мы действительно приняли решение о том, что эндоскопия не может оценивать функцию. Но врач-эндоскопист должен, конечно, пользоваться описательными терминами. Он должен говорить о том, что он видит в желудке. И если мы думаем о признаках гастрита, то мы должны наши находки подтвердить обязательно биопсией, чтобы опытный морфолог оценил это состояние. А вот что происходит в других ситуациях. Обратите внимание. Вот еще одно эндоскопическое исследование. И посмотрите, вся желчь в 12-перстной кишке. В желудке мы видим лишь следы желчи, которые находятся в прозрачном секрете в теле желудка. Что же мы видим в протоколе? В протоколе врач отмечает дуоденогастральный рефлюкс. И вот с такой эндоскопической картиной, с абсолютно нормальным эндоскопически видимой слизистой оболочкой тела и антрального отдела желудка, мы отправляем пациента с дуоденогастральным рефлюксом. Хорошо хоть выполнен забор материала для гистологического исследования и опытный морфолог. И мы обязательно сегодня должны спросить нашего эксперта, профессора Тертычного, рассказать нам о том, что он может увидеть при этом рефлюксе. Вот еще одна ситуация. Здесь больше желчи в теле желудка, хлопья желчи. Тем не менее, мы не видим каких-то явных проявлений. Мы не видим повреждений слизистой оболочки. Но что мы видим в заключении? Хр-гастрит, дуоденогастральный рефлюкс. Сергей Владимирович, а вот на нижней картинке эндоскопической все равно же там есть какая-то вот пятнистость, вроде что-то вот как будто некое неблагополучие. Да, но согласен. Но здесь, опять же, вот в этом случае вы обратили внимание на пятнистость. Это очень правильно. Потому что поверхность слизистой неоднородная. И если врач на это обращает внимание, то он должен выполнить забор материала для морфологического исследования в любом случае. Вот это ответственность и внимательность врача эндоскописта. Сергей Владимирович, а все-таки есть какие-то эндоскопические признаки, которые бы вам позволили однозначно сказать, что это патологический рефлюкс и вынести такое заключение? Отличный вопрос. Вот посмотрите третий случай, где тоже заключение дуоденогастральный рефлюкс. Что мы видим здесь? Мы видим большое количество желчи в желудке. Как правило, оно сопровождается сниженной перистальтикой. Мало того, после аспирации этого содержимого мы видим прямо налет хлопья, налет густой желчи на поверхности слизистой оболочки, который не смывается при введении раствора семитикона. А в антральном отделе желудка, вот это видно на нижнем эндоскопическом изображении, мы видим множественные геморрагические петехии, возможно, даже эрозии, гиперемию в слизистой оболочке. И все это прямо связано с налетом желчи. И это тоже дуоденогастральный рефлюкс. То есть, обратите внимание, три эндоскопических протокола, разная абсолютно картина, но, тем не менее, врач-эндоскопист отправляет такого пациента для гастроэнтеролога. И что очень важно, обратите внимание, вот в этом-то случае, где мы действительно видим очень много желчи, врач-эндоскопист не выполняет биопсию. То есть, он основывается исключительно на своих визуальных оценках происходящего. Сергей Владимирович, вот я вот хотела, прежде чем вы перейдете к описанию, хотела вам задать все-таки вопрос. Ну, мы знаем, что рефлюкс – это такое функциональное состояние, а эндоскопист, он оценивает все-таки изменения, которые он видит глазом. И вот есть у нас какие-то уже изменения со стороны слизистой оболочки, которые вы видите во время патологического рефлюкса. То есть, что это? Желчный гастрит или гастропатия. Вот есть какие-то признаки эндоскопические вот таких поражений слизистой оболочки желудка на фоне желчи. Исследование, которое я покажу сейчас, как раз и говорит о том, что одним из ключевых моментов, что должен оценить врач, хотя все критерии, которые вы видите сейчас на экране, они все не специфичны. И гиперемия, и утолщенные складки слизистой, и атрофия, и геморрагические эпитехи, и даже эрозии, повреждения слизистой оболочки, они не специфичны для билярного, для воздействия желчи на слизистую оболочку желудка. Единственное, что мы можем отметить, это наличие густой вязкой желчи в желудке. Это действительно оценивается почти в 60% случаев при доказанном билярном рефлюксе неинвазивными методиками, о которых говорила Наталья Андреевна. Но отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что у врача-эндоскописта действительно задача простая. Если по аналогии с рефлюкс-эзофагитом, врач-эндоскопист должен оценивать не катаральный эзофагит в первую очередь, как мы там говорим, и здесь какие-то пятнистости, чуть-чуть краснее, чуть-чуть бледнее. Надо оценить повреждения слизистой оболочки. Мы видим эрозии, мы видим геморрагические эпитехии, мы видим участки кишечной метаплазии, мы видим фавиллярную гиперплазию. Если у нас есть классный эндоскоп, мы видим полипы. И вот эти изменения надо не просто оценивать, а обязательно подвергать их биопсии. Какой бы у нас крутой эндоскоп на сегодняшний день в руках не был, нам надо все равно выполнить биопсию, чтобы наш диагноз был подтвержден. Потому что эндоскопическое исследование, мы очень часто говорим об этом, в том числе и в гастроклубе, это очень субъективное сегодня исследование. И врач-эндоскопист, опытный врач-эндоскопист, особенно хорошо знакомый с гастроэнтрологией, не возьмет на себя смелость вот так вот прямо устанавливать эндоскопический диагноз пациентам. То есть при эндоскопическом исследовании мы можем сделать вывод о патологическом дуоденогастральном рефлюксе, если мы видим густую трудно смываемую желчь и уже поражение слизистой оболочки, но не просто отек, а язвы, эрозии, вот какие-то более серьезные поражения. Это опять же не этих... Это очень логично, то, что вы сейчас говорите. И я как раз хотел бы вот свою эндоскопическую короткую часть вот этим слайдом завершить, что на это надо обращать внимание. Но поверьте, это нет ни в каких современных стандартах диагностики, что мы непосредственно можем связать это с желчью. Потому что это могут быть абсолютно смешанные гастриты, о которых пишет Леонид Ильич Чаруин. Это может быть не только гастрит С, но это может быть смешанная этиология гастрит. Здесь может быть и инфекция хеликобактер пилори, участвовать в этом процессе, и повреждениями стероидными препаратами. Различное. Разобраться, что это только желчь, непросто. Различные могут быть факторы, которые влияют на слизистую оболочку. А давайте вы только... Но вот это надо точно нам отмечать в нашем протоколе, потому что мне кажется, что все-таки гастроэнтеролог опытный и морфолог должны знать вот об этих эндоскопических находках при проведении своих дальнейших диагностических действий. Спасибо. Александр Семенович, мы очень хотим теперь услышать ваше мнение. Вот если мы увидели такую картину, густую желчь, взяли биопсию, как морфолог, может он нам помочь в установлении диагноза? Есть ли какие-то специфические морфологические признаки? Во-первых, вопрос. Это гастрит или гастропатия? Ну, тут все зависит от того, есть ли воспаление или нет в биоптате. То есть, если я не вижу воспалительного компонента, в принципе, я не должен называть этот процесс гастритом и правильный термин гастропатии. Я просто знаю, что некоторые клиницисты как-то не любят этот диагноз, относится к нему с опаской. И иногда я вынужден писать гастрит, чтобы никого не вводить в заблуждение из коллег. Хотя на самом деле часто бывает, что воспаление недостаточно для того, чтобы поставить диагноз гастрит. И правильнее говорить о гастропатии. К сожалению, действительно, я тоже не смогу с уверенностью сказать, желчь повредила ли слизистая оболочка в этом случае или какой-то другой агент. Единственное, у нас существует у морфологов хорошо известная классификация, которая, ну, основные, я не берусь сразу здесь всю приводить классификацию, основные гастриты, они же, то есть, по классификации делятся в основном аутоиммунные, мы знаем, феликобактерные или активные, или химические, то есть по буквам А, В, С гастриты. Ну и Д редко встречающиеся кормы. Достаточно известная старая классификация, которая, в общем-то, по сегодняшний день не потеряла своей актуальности. И вот в этой классификации С химически пишут гастрит, хотя вы правы, что, наверное, правильнее было бы называть это гастропатии. Вот эти изменения, они заключаются иногда в полном отсутствии воспаления, но в выраженном повреждении, то есть вот когда эпителий, который, я вам сказал, очень нежный и восприимчивый к повреждению, теряет слизь и защитные все элементы, он повреждается. Это вызывает ему пролиферацию активно, изменяются валики, ямки, начинают изминтыми становиться, и реагируют еще мышечные клетки, собственные пластинки слизистой. Вот это все элементы, которые мы видим при реактивном гастрителе и реактивной гастропатии. Сказать с уверенностью, что здесь явилось первопричиной, лекарственный препарат, желчь или какое-то другое вещество, к сожалению, морфолог не может. То есть здесь все должен решить гастроэнтеролог, что же непосредственно привело к этому повреждению. В отношении же сочетания различных форм, да, они могут быть. Но вот я в своей практике хочу поделиться теми приемами, которые я использую. Я попросил своих эндоскопистов, что нарушает правила общепризнанные. Я тут сразу приношу извинения за то, что нарушаю правила. Я беру все биоптаты в один контейнер, два биоптата из андрума, два биоптата из тела. Я объясню почему, потому что я на одном стекле сразу решаю вопрос, что же передо мной за процесс. И это все-таки какое из буквенных обозначений это утаимунный, хеликобактерный или реактивный гастрит. И еще это позволяет мне в сложных случаях, когда я не уверен, хеликобактер это или другой какой-то агент вызвал активное воспаление, я могу провести многихстохимическое исследование, и это самая точная диагностика хеликобактерной инфекции, в чем является преимущество по сравнению со всеми другими методами выявления хеликобактера. И вот что касается сочетания хеликобактера и реактивной гастропатии. На самом деле, по моему опыту, он не может быть в ситуации, когда слизь нарушена. То есть, если слизь повреждена, и фактически речь идет о реактивной гастропатии, хеликобактер выходит из центрального отдела и перемещается в тело. И фактически он оставит после себя воспаление, вот это будет важным таким аргументом, который будет свидетельствовать о том, что, наверное, тут имеет место сочетание нескольких факторов, но он уйдет. И если только биоптат будет антрального отдела, я его не увижу. А здесь я не увижу его в антральном, но, допустим, у меня на одном стекле есть и тело, я крашу его, именно гистохимически его нахожу, даже и геничные экземпляры нахожу, иногда даже они в железах определяются, эти бактерии. Их очень мало, но иммуно-гистохимия позволяет выполнить вот такую вот ювелирную диагностику, когда возникают сомнения. Мы знаем на сегодняшний день, что много бактерий могут других находиться в желудке. А здесь я прицельно нахожу того патогена, который меня интересует и который приносит столько неприятностей, в общем-то, с лейстой оболочкой. И еще момент – это кишечная метаплазия. Вот сейчас я знаю, что достаточно активно изучается вопрос о том, связь с раком, это доказано, это ни у кого не вызывает сомнений, но она разная на самом деле. Одно дело, если это на фоне воспаления, и там действительно гастрит, и тогда эта кишечная метаплазия находится уже в зоне риска прогрессирования. И часто вот при реактивной гастропатии фактически на поверхности я вижу отдельные бакалавитные клетки. Мне кажется, это другой тип. Хотя это тоже кишечная метаплазия, она полная, но она вот именно связана с забросом, скорее всего, кишечного содержимого. Вот если я сейчас анализирую, если предположить возможный теологический фактор, то есть лекарство или желчь, то наличие кишечной метаплазии, веса и воспаления подвергнет меня в пользу, подвигет меня в пользу заподозрить рефрит желчи. Потому что слизистая оболочка фактически пытается приспособиться к этому повреждению и становится кишечным, в общем-то, и становится кишечным. Насколько это опасно в плане дальнейшего прогрессирования, здесь, конечно, может быть и не столь опасно по сравнению с другими вариантами кишечной метаплазии. В случае, иногда бывают ситуации, когда граница, вот я не знаю, Сергей Владимирович, наверное, мне поможет, у меня бывает ситуация, когда наши эндоскописты ищут кишечную метаплазию, находят ее, я смотрю биоптат и вижу, что там в биоптате фактически уже слизистая оболочка перехода желудка в 12-перстную пешку. Вот насколько здесь стоит вообще ее диагностировать кишечную метаплазию, и всегда же есть зона, ну, она не совсем же четкая перехода. Иногда, наверное, 12-перстная кишка может заходить на территорию желудка. Вот в этом случае, может быть, это связано как раз с забросом желчи. То есть вот у меня так в процессе выступления, если можно так сказать, есть две гипотезы, то, что вот эта красно-слизистая оболочка может отражать рефлекс желчи, и одиночные бокаловидные клетки на поверхности также могут свидетельствовать пользу желчного рефлекса. Но как вариант. Это нужно проверять, конечно, и мне интересно, поэтому вот та статья, которую Сергей Владимирович продемонстрировал, там эндоскопические данные, а что сказали морфологи, потому что это такой богатый материал, интересный, но что они видели в этом случае? Потому что я не всегда вижу данные эндоскопические, не всегда знаю, что это именно желчи превалирует. Короткий комментарий, если можно, Александр Семенович. Во-первых, спасибо вам за такие экспертные tips and tricks, потому что это очень важно для нашей аудитории. И я хотел бы сказать в присутствии двух гастроэнтерологов, что, наверное, сочетание эксперта-эндоскописта, опытного эндоскописта, разбирающегося в этих тонкостях, и такого классного морфолога, наверное, это вообще лучшее сочетание для гастроэнтеролога, потому что мы действительно можем дать совершенно другое эндоскопическое морфологическое заключение, с которым вам будет значительно легче разобраться в ситуации. То, что касается биопсии, я тоже бы хотел эти тонкости подчеркнуть, о которых сейчас говорил Александр Семенович, какая задача стоит перед эндоскопистом, чтобы такого уровня морфолог выполнил правильную диагностику. Если мы рассчитываем диагностировать в биоптате инфекцию хеликобактер пилори, то, конечно, мы должны выполнить несколько биопсий из антрального отдела, не только из очагов кишечной метаплазии, где хеликобактер уже не живет, но и из слизистой оболочки рядом с участками кишечной метаплазии, чтобы морфолог мог попытаться обнаружить там инфекцию хеликобактер пилори. И второй очень короткий комментарий, что действительно есть очень интересная работа японских авторов, совсем недавняя, в которой приведены очень важные для нас данные о том, что хеликобактер пилори уходит из желудка при рефлюкс-гастрите, желчном гастрите, который оценен неинвазивными методиками. Но после этого может остаться кишечная метаплазия или атрофия, которую тоже сложно связать либо же с уже предшествующей хеликобактерной инфекцией, либо же с забросом желчи. Поэтому тема очень интересная. То, что мы сегодня ее взяли на такую широкую российскую аудиторию, много вопросов и для эндоскопистов, меньше ответов. Поэтому вот такое профессиональное обсуждение действительно в содружестве трех специалистов дает нам возможность найти пути для решения этой проблемы. Да, я бы тоже хотела вас поблагодарить. И вот у меня вы уже этот вопрос как бы мой опередили, но я хотела задать вопрос такой. Вызывает ли дуоденогастральный рефлюкс развитие кишечной метаплазии и рака? Ведь почему мы всегда поднимаем эту проблему гастритов, рефлюксной болезни, например? Для нас всегда важны последствия этого заболевания или состояния в отношении развития онкологических заболеваний. И вот тоже очень многие пациенты, почему они прибегают на пугодные каждый раз после эндоскопии с этим диагнозом дуоденогастральный рефлюкс, начинается, что вот у меня забрасывается желчь, у меня там будет воспаление и рак. И из ваших комментариев я поняла, что все-таки заброс желчи, даже если он и вызывает кишечную метаплазию, то это все равно клинически незначимо, если у пациента нет воспаления, вызванного инфекцией Helicobacter pylori. Правильно или нет, что кишечная метаплазия вряд ли перейдет в рак только на фоне чисто желчного рефлюкса? Полностью, вы правильно меня поняли. Единственное, я хочу добавить в этом отношении, я правда ухожу из тематики гастрит и перехожу тему уже фактически рефлюкс изофагита. Мне кажется, опаснее ситуация или... Всегда беру биопсию, во всяком случае, энтоскописты, с которыми я работаю, не только из желудка, но и если есть поражение пищевода, то есть пищевод. Ну, это понятно. С пищеводи это совсем другая история, там другой эпителий, который, конечно, по-другому реагирует на забросы и кислоты, и желчи, да. Ну, мне кажется, вот если там, там же кишечная метаплазия, ну, во всяком случае, тем данным, с которыми я знаком, она возникает как раз по мнению некоторых исследователей, как раз за счет действия компонентов желчи. То есть она фактически, если я вижу пищевод Барретта, я понимаю, что, наверное, это связано с забросом желчи в желудок, ну и, соответственно, пищевод. А в самом желудке в этих случаях, что поразительно на самом деле, я иногда не вижу вообще изменений, то есть изменения там минимальные и фактически ограничиваются только реактивной гастропатией и слабо выражены. А в пищеводе мы видим уже пищевод Барретта, который все-таки, наверное, с желчью, возможно, имеет какую-то связь. Ну, то есть пока в результате 40-минутного обсуждения мы не пришли к какому-то четкому пониманию, что желчь это очень страшно и опасно. Сергей Владимирович, давайте вот у меня теперь к вам вопрос по поводу того, может ли все-таки желчь вызвать какие-то страшные изменения, кишечную метаплазию, которая затем перейдет в рак. Что вы скажете? С одной стороны, мне бы хотелось привести слова Леонид Иосифовича Руина, с которым мне посчастливилось очень много общаться в рамках работы российской группы по изучению хеликобактер пилори. Вот у меня как раз в руках находится та книга, которую мне когда-то вручил Леонид Иосифович, где говорится о том, что рефлюкс желчи в нормальный желудок не вызывает, как правило, в слизистой каких-либо характерных изменений в подавляющем большинстве. И, видимо, это основано на том, что этот рефлюкс незначительный или он во многом субъективно оценен врачами-эндоскопистами. С другой стороны, мы говорим о том, что настоящий такой выраженный рефлюкс гастрит встречается в оперированном желудке. И вот здесь уже ситуация другая. Обратите внимание, рефлюкс при операциях на желудке даже у классных хирургов абсолютно нередкий. И биллеротодин – это вообще минимум в 50%. И вот здесь уже есть определенные опасности, потому что гастрит, культи, желудка является доказанным предраковым заболеванием. Особенно это актуально для нашей страны. У нас такая все-таки классическая школа в хорошем смысле этого слова. И наши онкологи, и хирурги, и гастроэнтрологи понимают, что таких пациентов после резекции, даже понятно, если мы говорим о резекции после уже состоявшегося рака, но и после резекции по поводу язвенной болезни, тоже мы должны понимать, что это пациенты, находящиеся в определенной группе риска. И риск развития рака у этих пациентов выше. И обратите внимание на эндоскопические изображения. Здесь действительно мы очень часто видим желчь, густую желчь, налет желчи, воспаление в дистальном отделе желудка. И это, как правило, не хеликобактерное воспаление. Мы редко видим хеликобактер пилори у таких пациентов. То есть тут отличие в том, что слизистая оболочка желудка фактически 100% времени соприкасается с содержимым кишки. Постоянно соприкасается с этим содержимым. Здесь нет хеликобактера, здесь другие причины. Возвращаясь к дискуссии с Александром Семеновичем, я бы еще раз хотел сказать о задачах эндоскописта. Потому что современные рекомендации европейские, которые мы опубликовали год назад в журнале «Доказательная гастроэнтерология», это ведение пациентов с предраковой патологией желудка, говорят о том, что если кишечная метаплазия локализована только в антральном отделе, то это не те пациенты, которые представляют собой группу риска в отношении развития рака. Их даже наблюдать не надо в последующем. То есть, больных с кишечной метаплазией мы не наблюдаем в антральном отделе желудка. Эрадикация хеликобактера и хеликобактер пилори, если нет других факторов риска, то такого пациента специально без дополнительных симптомов и показаний наблюдать не надо. А если же мы видим кишечную метаплазию в антральном отделе и в теле желудка, а это уже задача эндоскописта и морфолога, правильно посмотреть, правильно выполнить биопсию, лучше всего прицельно выполнить эту биопсию. Вот эти пациенты, неважно, связано ли это с рефлюксом желчи или с другими причинами, эти пациенты в любом случае составляют определенную группу риска. Я бы хотела дополнить, как раз опираясь на все то, что было вышесказано коллегами, китайские исследователи проводили одноцентровой ретроспективный анализ на 30 тысячах пациентов, у которых они анализировали именно первичный желчный рефлюкс, то есть не после операций, а на неоперированном желудке. И по их результатам они получили такие данные, что действительно кишечная метаплазия достоверно выше у тех, у кого есть рефлюкс желчевых желудок, при этом эта группа представляла собой в основном молодых женщин. Тогда как именно рак желудка, по их наблюдениям на пациентах, чаще встречался как раз у мужчин пожилого возраста. То есть по их данным, никакой ассоциации получается, что нет. Хотя, естественно, это исследование имеет определенные ограничения, потому что оно ретроспективное, потому что оно одноцентровое, не было данных ни об инфицировании хеликобактерной инфекции, ни о генетической предрасположенности. Но, тем не менее, 30 тысяч пациентов – это достаточно большая группа. Мы вчера в нашем отделении обсуждали результаты этого исследования, когда готовились к сегодняшней передаче, и пришли к выводу как раз с нашим эндоскопистом, гастроэнтерологом Романом Олеговичем Куваевым о том, что да, конечно, 30 тысяч обследованных людей – это очень солидное количество пациентов. Но такие когортные исследования, как правило, не устанавливают причинно-следственную связь. И группа достаточно гетерогенная для того, чтобы оценить, что это точно рефлюкс вызывает такие изменения, которые могут приводить к развитию рака желудка. То есть даже исследования в таких больших группах нам на сегодняшний момент не дают точного ответа на причинно-следственную связь рефлюкса желчи и развитие предраковых даже изменений рака желудка у больных. Спасибо. Мы сейчас перейдем к нашему заключительному разделу и обсудим, как все-таки лечить тех пациентов, у которых мы доказали наличие патологического желчного рефлюкса, который привел к развитию желчного гастрита. И я хочу обратиться к нашим зрителям, пока мы ведем дискуссию на эту тему. Присылайте, пожалуйста, свои вопросы, если они у вас есть. Мы постараемся на них ответить. А сейчас у меня вопрос к нашему гастроэнтерологу Наталье Андреевне. Вот перед нами пациент. У него густая желчь в желудке, у него множественные эрозии, нет хеликобактер пилори. И мы все-таки склоняемся к мысли о том, что у данного пациента причиной его несчастья является заброс желчи. Что нам делать с таким пациентом, какие у нас рекомендации на этот счет? Вот именно про желудок речь. Да, я бы хотела сказать, что такие пациенты встречаются довольно редко, у которых я могла бы все их симптомы и изменения в слизистой желудке связать именно с рефлюксом желчи. Можно я вот здесь остановлюсь и сделаю акцент, что, дорогие наши терапевты, гастроэнтерологи, к нам каждый день приходят пациенты с эндоскопическими протоколами, практически в каждом из них написано «дуадено-гастральный рефлюкс». Все-таки это не то, что мы должны лечить, а лечить мы должны вот такие редкие, очень редкие случаи, они далеко не каждый день. Без биопсии, без возможности экспертам-морфологам оценить истинные причины патологических процессов, конечно. Ну, прежде всего, таким пациентам я бы рекомендовала все те принципы терапии, так называемые антирефлюксные правила, потому что это же все равно рефлюкс, то есть они тоже должны соблюдать определенную манеру поведения, скажем так, после еды. То есть им желательно не ложиться, им желательно не нагружать мышцы брюшного пресса после приема пищи, есть небольшими порциями, стараться почаще, насколько это возможно. Конечно, таким особенно взволнованным пациентам очень важна нормализация психоэмоционального состояния, потому как если мы рассматриваем этот вопрос как первичный рефлюкс-гастрит, если мы его пытаемся связать с некоторыми функциональными нарушениями желчного пузыря, желудка, двенадцатиперстной кишки, то мы понимаем, что в течение функциональных патологий верхних отделов пищеводительного тракта, ну не только верхних, конечно, важную роль играет общий психоэмоциональный фон, тревожность и другие состояния. Из лекарственной терапии таким пациентам, безусловно, могут быть назначены ингибиторы протонной помпы, прокинетики, препараты урсодезоксихолевой кислоты, сукральфат, к сожалению, в последнее время отсутствует на отечественном рынке, но тем не менее мы понимаем, что такая терапия, она назначается на определенный срок. И, конечно, у таких пациентов могут повторяться, рецидивировать симптомы. И здесь по большей части их можно лечить как больных с функциональной диспепсией, поскольку мы ведь до конца не можем сказать, жалобы вызваны именно рефлюксом желчи или все-таки гиперчувствительностью нервных окончаний желудка, двенадцатиперстной кишки. Поэтому, на мой взгляд, это разумно. Ну вот сейчас нам сразу, наверное, зададут вопросы и скажут, а почему вдруг желчный рефлюкс и ингибиторы протонной помпы? То есть мы должны тут оговориться, что, во-первых, у нас нет каких-то глобальных, серьезных рекомендаций по лечению желчного гастрита. Опять-таки, почему? Наверное, потому что эта проблема, она не является столь клинически значимой. Но вот в тех публикациях, которые описывают лечение, действительно доказано, что ингибиторы протонной помпы и значимо снижают симптомы. И нам Александр Семенович сказал, что желчь первое, что делает, это повреждает слизистый слой, а в желудке всегда кислота. И, может быть, вот эти множественные эрозии, они возникают вовсе не из-за желчи, а из-за той самой кислоты, которая проникает сквозь слой поврежденной слизи. А вот урсодезоксихолевая кислота каким действием обладает? Зачем она нужна? Ну, в составе желчи есть разные желчные кислоты. И считается, что определенным повреждающим действием при определенных значениях ПАШ обладают конъюгированные желчные кислоты. Урсодезоксихолевая кислота способна менять состав желчи, то есть сделать ее более текучей, но считается, что это в меньшей степени повреждает слизистую оболочку желудка. То есть желчь все равно будет забрасываться, но будет обладать меньшими детергентными свойствами? Вероятно, да. В отношении ингибиторов протонной помпы, да, я согласна с тем, что эти эрозии могут быть вызваны вполне себе кислотой, которая повреждает слизистую оболочку, обнаженную от защитного слоя слизи. Ну и плюс ингибиторы протонной помпы, они меняют ПАШ, и по некоторым работам можно также прочитать, что в зависимости от ПАШ повреждающим действием обладают те или иные компоненты желчи. Но это все, опять же, лишь гипотетически. Конечно, мы не можем у каждого конкретного пациента измерить точный ПАШ, мы не можем точно измерить, забрасывается ли только желчь, или, может быть, это рефлюкс смешанный, и повреждающим действием обладают оба компонента на желудок. Ну и больным, у которых рефлюкс все-таки вторичный, то есть именно патологический в результате каких-либо операций, вероятно, стоит предлагать хирургическое лечение. Ну и здесь отдельным способом лечения желчного рефлюкса в пищевод может быть, например, фундапликация. Так, ну теперь переходим к неким выводам. Сергей Владимирович, что скажете нам про эндоскопию? Не случайно все наши выводы сегодня будут эндоскопическими. С эндоскописта все начинается, эндоскопист должен сделать определенные выводы, потому что ответственность за такой диагноз в основном лежит на врача-эндоскописте. С этим заключением, с этим эндоскопическим диагнозом пациент иногда не может спать спокойно и ищет себе того терапевта и гастроэнтеролога, который также будет поддерживать эту точку зрения врача-эндоскописта. Поэтому врач-эндоскопист должен быть ответственным в проведении эндоскопического исследования, должен работать в содружестве с опытным гастроэнтерологом, морфологом, терапевтом, должен обладать знаниями, которые ему необходимы при проведении исследования, должен собирать анамнез пациента, беседовать с ним для того, чтобы его исследование в дальнейшем привело к правильному лечению, к правильной морфологической диагностике, к правильному терапевтическому подходу к его ведению и наблюдению. Поэтому, если мы говорим сегодня о желчи в желудке, то надо сделать важный вывод. Гастроскопия не является методом диагностики функциональных нарушений верхних отделов пищеварительного тракта. Мы уже говорили на наших курсах стендап о том, что недостаточность кардии – это сложный эндоскопический диагноз, почти невоспроизводимый другими методиками и методами. Также и здесь судить о функции при выполнении инвазивного вмешательства, которое кратковременно оценивает ситуацию, происходящую в исследуемых органах, очень сложно. Второй момент. Нет никаких стандартов и клинических рекомендаций о роли эндоскопии в диагностике дуоденогастрального рефлюкса. Мало того, в современных рекомендациях и стандартах по ведению таких пациентов, по степени риска развития рака, по особенным протоколам для биопсии или описательным протоколам не сказано об этом ничего. Поэтому врач должен пользоваться теми знаниями, которые у него есть, в том числе и благодаря нашим активностям, образовательным активностям. Врач-эндоскопист должен пользоваться описательными терминами. Видит желчь – надо написать в протоколе, что он видит желчь в желудке. Видит желчь в пищеводе – обязательно описать. Оценить состояние слизистой оболочки, оценить гиперемию – очень неспецифичный признак. Но самое главное – описать поражения, очаговые изменения, которые имеют какой-то неопластический характер. Я имею в виду эрозии, геморрагические эпитехии, участки фавиолярной гиперплазии, которые мы наиболее часто видим при рефлюкс-гастрите желчном. Участки кишечной энтоплазии. И обязательно выполнить биопсию. Закончить протокол эндоскопического исследования. Наконец-то выполнением правильной стандартной биопсии. Мы не будем сегодня вдаваться подробностей по поводу этих протоколов. Надо ли здесь выполнять по Ольге или Ольгим. Потому что Александр Семенович все на одном стекле смотрит. Я, кстати говоря, с ним согласен. Сейчас тенденция такая, что опытный морфолог совершенно спокойно может различить, откуда выполнена эта биопсия. А врач-эндоскопист должен, пользуясь высокими технологиями, выполнять прицельную биопсию для того, чтобы морфолог так квалифицированно подошел к своему заключению. Вот такие короткие эндоскопические выводы. Но ответственность врача-эндоскописта за этот диагноз должна им восприниматься очень-очень серьезно. Мы не можем устанавливать диагнозы пациентам, у которых на самом деле и болезней нет. Вот мне бы хотелось на этом завершить какую-то свою часть комментариев по этой очень актуальной и важной проблеме. Александр Семенович, может быть, у вас какие-то есть комментарии по сегодняшней нашей передаче? Ну, я в своей работе стараюсь не злоупотреблять диагнозом хронический гастрит. И вот как раз реактивная гастропатия – это как раз те случаи, в которых я пытаюсь избегать этого термина, писать именно гастропатии, чтобы и наши эндоскописты, и врачи-диостанетерологи как-то привыкали к этому термину, тоже не боялись его, и пытаться в своем заключении высказать предположения о возможной связи. Хотя вот здесь мне сложно, и теология точная, вот это все-таки реактивный желчный или это лекарственный препарат, по морфологии сказать это крайне-крайне сложно, потому что изменения стереотипные на повреждения, то есть они демонстрируют именно реакцию на повреждения, именно невоспалительного характера. Поэтому чать непосредственно причину требуется уже со стороны клиницистов. Александр Семенович, очень короткий комментарий. Это очень мудрое решение, потому что в нашей стране и морфологические заключения, и эндоскопические заключения выдаются пациентам, которые расценивают это как прямо финальный диагноз. Если мы говорим о европейских странах, вот профессор Бишопс нам рассказывал, что даже если вдруг придет заключение пациенту дуоденогастральный рефлюкс, то это никак не повлияет на его точку зрения и не повлечет за собой каких-то прямо таких сложных комплексов, сложных назначений со стороны гастроэнтеролога. Это нормальная ситуация. А у нас достаточно поставить хронический гастрит, установить в диагноз эндоскописта или морфолога, и все, и пациент уже чувствует себя больным человеком. Так, ну у нас, кажется, да. Можно вот попросить Наталью Андреевну, если мы не обсудили, да, вопрос. Вот мы сказали, что очень выраженный бывает желчный рефлюкс желудок после операции на желудке, но мы упустили вот этот момент, да, что действительно очень часто в публикациях, в статьях, в рекомендациях нам говорится о том, что патологический дуоденогастральный рефлюкс бывает еще после удаления желчного пузыря. За счет того, что нарушается вот такое ритмичное выделение желчи в кишку, избыточная, нарушенная вот эта моторика приводит к тому, что избыточный рефлюкс дуоденогастральный мы видим в желудке. И вот у нас тут, я не очень понимаю, это вопрос или просто комментарий, но может быть, вы что-то сможете нам сказать по этому поводу. И я хочу сказать, что мы как раз и, как правило, и видим вот эти, такой большой заброс желчи, вот такие выраженные изменения при эндоскопии у пациентов после холецистоктомии. Я бы здесь все-таки спросила, от чего именно страдает пациент. То есть тут надо понимать, какие у него симптомы и как эти симптомы могут быть связаны с забросом желчи. Ведь мы все понимаем, что симптомы могут быть проявлением функциональной диспепсии, функциональных нарушений желчевыводящих путей, совершенно верно. Это отдельная нозологическая характеристика. И да, я еще обратила внимание, вот последний пример вы приводили, где очень много было желчи в желудке, там в эндоскопическом протоколе была описана рубцовая деформация, по-моему, луковицы 12-перстной кишки. И, возможно, это тоже некая анатомическая предпосылка для патологических рефлюксов. Резюмируя сегодняшнюю дискуссию, должна сказать, что, конечно, мы к какому-то единому мнению и пониманию не пришли. Наверное, у нас есть определенные посылы к врачам-эндоскопистам, что, пожалуйста, не устанавливайте такой диагноз прям в виде диагноза дуоденогастральный рефлюкс, потому что это очень сильно портит жизнь пациентам, потому что такой пациент дальше идет к гастроэнтерологу, и гастроэнтеролог вынужден как-то на это реагировать. И очень многие доктора в нашей стране действительно означают весь тот перечень препаратов, которые мы сейчас с Натальей Андреевной упомянули. Это ингибиторы протонной помпы, урсодезоксихолевая кислота и прокинетики, и какие-то адсорбенты. И зачастую все это пациенту может не помочь, а он долгое время все это принимает. То есть чаще надо, наверное, разбираться более прицельно в проблеме пациента, не сваливать все только на дуоденогастральный рефлюкс и поголовно не устанавливать этот диагноз всем пациентам. Большое спасибо моим сегодняшним экспертам за их очень глубокое погружение в проблемы, за участие. Я буду вас ждать на следующей нашей передаче. До свидания. Продолжение следует...